К договору. Дополнительное соглашение подписал начальник валютного департамента банка. Вместе с тем, в доверенности, которую банк в копии предъявил в суд, значилось, что подобного рода соглашение это должностное лицо может подписать согласие кредитного комитета банка. И все получалось достаточно чисто. Так как должностное лицо превысило свои полномочия, выходит, что эта сделка является оспоримой, и для банка наступали крайне выгодные последствия. Для нашего клиента нет. Когда мы пытались попросить подлинных доверенности, банк, опираясь на процедурные вопросы, нам в этом отказал. Но мы же предоставили документы, заверенные печатью. Мы гарантируем, что они соответствуют подлинному документу. Но мы попросили объявить перерыв, и одновременно добились ходатайства об удовлетворении доказательств об истреповании у нотариуса дубликата доверенности. Дело в том, что банк заверял большинство документов у нотариуса. Мы сделали предположение, что это делается из-за соображения привычек, удобства у одного определенного нотариуса, с которым сложились отношения. Поэтому, располагая даже такой приблизительной информацией, мы пришли с запросом суда и получили дубликат доверенности. Получили его непосредственно адресованным судье. Поэтому в условиях стрессовой ситуации, когда быстро задаются вопросы, в условиях накала, конечно, хорошо в таких ситуациях быть не одному, а быть целой командой специалистов, как минимум двое. Например, один ведет основную полемику, другой тщательно проверяет документы. И вот мой партнер, опытный юрист, заметил, что оказывается, доверенности, полученные от нотариуса, истребованные судом, и доверенность, представленная представителем банка в суд, различаются по тексту. То есть выгодные для банка формулировки записаны только в его копии. Между тем, в оригинале полномочия начальника валютного департамента не ограничены решением кредитного комитета. И таким образом соглашение, которое он подписал с нашим клиентом, действует. Одним словом, когда все это произошло, судья задал вопрос, как это может быть. Представитель банка сообщил, да мы просто не тот экземпляр файла распечатали. Ну, понимаете, были разные черновики. Но в целом он себя скомпрометировал в глазах судьи. И это в конечном счете, наряду с другими глупостями, ошибками, которые допустил представитель, помогло добиться выигрыша. Таким образом, грязный прием – это штука обоюдоострая. Если вы… Вот первый вывод, который мы можем сделать из этого правила, Сергей. Если вы столкнулись с грязным приемом, то общее правило гласит, надо прекращать переговоры, надо обсуждать этот грязный прием. Вот этот простой совет дали авторы Гарвардского метода принципиальных переговоров, Юрий и Фишер. Согласитесь, совет достаточно разумный, да? То есть вы прекращаете переговоры об основном, а ведете мета-переговоры, обсуждаете правила игры. Вот другой пример. Умышленный обман, двусмысленные полномочия. Что имеется в виду? Когда вы ведете переговоры со структурой, имеющей много эшелонов управления, допустим, первая ступень управления, вторая, третья, и переговоры длятся много часов, наконец, по итогам завершения переговоров вам говорят, ну хорошо, мы доведем вашу позицию до нашего руководства. Выходит весь тот эмоциональный запал, который вы растратили, это было просто репетиции.